Итак, я категорически приветствую всех своих соседей по палате, с вами Дубгай, если вы вдруг здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем играть за нашего Лавкрафта, за наш сверхъестественный сует Провиденца, продолжаем спасать весь мир от космической угрозы, так что у нас еще впереди очень-очень много дел, поехали. И я тут уйду на запад, я думаю, а что мне Ираку не бить войну, как бы удобнее будет на запад идти, нам все равно мы воюем с этим вот пактом каирским, почему бы вот так вот и не пойти до самого Каира. Ирак тут по пути, как бы надо спасти его тоже. Здесь можно еще чуть-чуть авиацию доставить, в принципе у нас здесь достаточно все четко сделано, Португалия скоро капнет, Испания скоро капнет, ух, эта война скоро закончится. К примеру, Испания просто взяла, я отдельно капитулировала, давать вообще на все остальные страны, взяла такая, я хочу капитулировать, и замерилась одна. Сама вошла в войну, сама вышла. Боже, а вот я освобожден Иран, вот я освобожден Маскат. А, там что-то я не взял, да? Ну и пофиг. Там кто-то еще, кто-то что-то взял вместо меня. Сейчас отберем. О, нас пытаются опять атаковать. Смотрите на этих безумцев просто. Такими статами они идут против нас, против наших непобедимых статов. Удачи им с этим, потому что кроме удачи, мне что не поможет больше. А я одной удачи, наверное, будет маловато. Продолжаем освобождать Южную Америку, на этот раз Боливия. А здесь мы все двигаемся, двигаемся, двигаемся. О, как это ебучие джунгли, то двигаемся мы очень медленно. Разошел коллапс в Португалии, и что он сделал? Правильно, блять! Взяли и захватили мою территорию. Пошли вы нахуй! Португалия, мы вас победили. Что здесь, что там? Не надо тут скриптами. Скриптами меня не победить, я тоже умею пользоваться. Вообще, очень забавно выглядит эта вот фигня, что... А, Португалия проиграла, переехала в колонии. Блять, а колонии-то уже и не было давно. Сначала колонии пали, но игра этого не знает. Но мы-то знаем, и мы останавливаем вселенскую справедливость, верно? Не избежать нашего спасения и Бутану, и в скором времени Секиму. Ну и в Германии заканчиваются самолеты, как я и говорил. Их ресурсы будут истощены. Да, они огромные, но они меньше наших, а самое главное, они хуже наших. Так что да, ресурсы заканчиваются, даже такие огромные. Хотя говоря, сюда бы авиацию, но... А, мы уже вот здесь вот, да? У нас фронт сломался, на благо этим никто не воспользовался. Продолжаем пушить, и здесь тоже. Господи, надо смотреть за 10 фронтами, но так даже интереснее. Тут, кстати говоря, какая-то страна есть, в Санитической Федерации Третьего Интернационала. Она его еще и возглавляет. Что? Не показалось? Нет, ладно. Тогда надо вести войска с ее территории, которые передались ей, которые я захватывал. Объявить ей войну, и найти туда заново. Да? Это ХОИ-4. А что вы думали? Вот эти войска, кстати, куда мы тут? На Чиле? Поехали, да? Как бы, что нам сидеть ждать? Нам чилить, поехали в Чиле. А, тут еще и... Это марионетки? Да, это аргентинские марионетки. Так что мы будем воевать сразу со всем блоком. Это даже, на самом деле, чуть-чуть удобней. Ну и что томится, давайте сразу объявлять войну. ЭКБ без разницы. И сразу, чтобы фронт не ломался, сильно объявим войну и всем остальным. Авиация здесь хотелось бы чуть побольше, но, честно говоря, у нас тактические бомбардировщики просто заканчиваются. Настолько много нам их надо везде. Ну и, в принципе, настолько много мы бомбим всю Германию. В теории, если это отсюда вывести немножко, то станет попроще. Но нет, я хочу это продолжать. Здесь, опять-таки говоря, сломался фронт. Слава богу, я это заметил сейчас, а не потом, когда уже они бы дошли вот до сюда. И поэтому мы немножко тут это меняем, наше направление. Но, в целом, все в порядке. Сася Ким, кстати говоря, зашелся в Тибет. Ну и теперь нам нужно спасти монахов Тибета. Что поделать? И, наконец-таки, это последняя провинция. Мы добиваем вот этот вот ужас в джунглях. Конечно, я считаю, что это еще не закончилось, потому что есть еще Бразилия в будущем. С ней у нас тоже будет тот еще ужас по вот этим вот каналам идти. Но, в целом, так как мы буквально ее со всех сторон окружили, то, я думаю, мы сможем ее нормально выбить. И останется почти ничего тут. Я думаю, уже пришло время наступления в Европе. В целом, мы тут закончили с Испанией. Войска освободили. Надо освобождать эту всю авиацию. Что поэтому правильно? Эти армии перенаправляются сюда. По-моему, я готовы еще три армии вот здесь вот. Ладно, только одна. Но скоро будут готовы три. И куда мы ее направим? Правильно, в Африку. Потому что, ну, слишком уж здесь широкий фронт. Пускай она пока едет просто вот так. Ладно, на самом деле не совсем так. Пускай она просто пока едет вот в эти порты. А затем уже мы сделаем фельдмаршаловский фронт вместе с этой армией. Потому что эта армия, ну, она очень жестко истощается из-за того, что ширина фронта огромная и не хватает дивизий на всю ширину этого фронта. Надо поэтому как-то им перегруппироваться было бы. Ну, сейчас что-нибудь будем думать. А то есть ребята взяли и уехали нахуй. Возможно, возможно, это я их перегруппировал куда-то. Но история теперь об этом умолчивает. Ладно, они скорее всего все на фельдмаршаловский приказ. Да, поехали. Хотя, как бы, я... Мой план был в том, чтобы только вот эти три армии здесь были. Но, видимо, игра немножко не так это поняла. Ну, ладно, нормально. И да, вот здесь вот мы почти полностью немцев выбили. Отлично. Здесь у нас, я думаю, в Европе теперь точно все готовы. Можем начинать наступление. И нам бы скинуть им приветственный этот подарок. У нас собственных стратегов нету. Но мы тут захватывали хоть каких-то. До Берлина они достают. В принципе, авиация наша здесь все держит. Так что... Здорово, Кайзер! Это наиболдировка города Бранденбург. Блядь, ну я вроде в Берлин целился. Но я и попал в Берлин, да. Просто, блин, ну... Я Берлин бомбил, ребята, а не Бранденбург. Ну ладно. Ну здесь мы уже выходим в Каир. Полковник в белом. М-м-м. Ага. Интересно. Ну, да. Сейчас падает Епид. И, наверное, за ним сразу весь пакт. Если он великая держава. Посмотрим. Скоро узнаем. Но это нам сейчас упростит в Африке дела. В Европе дела же так все очень простые. Германия просто отступает. В принципе, меня это устроит все прекрасно. Ну да, я был прав. За экиптом последовал весь Альянс. Так, мы могли бы в теории вот здесь вот уже что-то сделать. Но давайте сначала почистим, так сказать, хвосты. Захватим Хаиль и Нежд. Вот, точнее, Йемен. Там Нежды здесь нету. После чего уже здесь нет, пролива нету. Будем здесь какой-то общий фронт делать. И, наверное, идти вот сюда, на запад. Но посмотрим. Скорее всего, Германия просто капнет уже к этому моменту. Так что, возможно, половина наших противников в Африке пропадет просто. Что по потере, можете спросить вы? Давайте я вам покажу. Так, а где мы? Мы вот здесь вот. 400 тысяч у нас. Да хуище у наших врагов. Я считаю, в принципе, прекрасные размены. Ну и теперь, когда фронт здесь в Африке наконец-таки стабилизировался. Нам нужно наступать только на север. Что делаем? Правильно. Общий фельдмаршаловский фронт. И наступайте просто. Просто идите вперед. Любая территория наша вражеская, да? Нет тут союзных территорий, нету нейтральных территорий. Только вражеские. Так что можно просто идти вперед. Как это удобно, верно? О, в Европе уже капнула Бельгия. Кстати говоря, Бельгия держалась как будто дольше, чем Астана и Германия. И я чувствую, Нидерланды тоже капнут позже Германия. Тут потому что... А, ну тут куча фортов было. Понятное дело. Да не, требует Фаландрию. Пускай попробуют забрать. И если что, наша армия уже составляет 3-2 миллиона, будет 4 скоро. На самом деле не так, что и много. Я ждал даже, что будет ситуация чуть побольше. Ну, цифра побольше. Миллионов побольше в армии. Ну, на самом деле нет. Падение Бельгии на Сибири произошло. Добиваем тут последние поиска в Нидерландах. Даня там тоже падает. Даня. У меня есть подозрение, что... Это не Даня, которую мы ищем. Вот игра Хрейхспакта подъехал. Отлично. Верно-конференция что-то сейчас замерится с нами, но... О, господи, опять суковая атака. Но в целом нам это уже неинтересно. Нам пытаем находить, как я и говорил. Поехали. Что у нас, кстати говоря, по фронту вот здесь вот? Все, окей. Потом мы подходим к фронту Бразилии. Будем здесь тоже нападать в один момент. А вот и кап Германии. Вместе с ней Даня. Сколько Даня? А, у меня есть подозрение, что это не Даня. Ну, ладно. Ладно. Если вы говорите, что это Даня, то ладно. Ну, вообще вроде не Даня. Как бы, не, ну я-то спорить не буду. Если космос сказал, что Даня, то значит Даня. Ну, может, все-таки не Даня. Не знаю. А теперь, я думаю, будет на очереди Швейцария и Австрийский альянс. Думаю, да. Ох, ну я помню, что там в Швейцарии такое происходит. Падение Германии, да, конец своей эпохи. Что там впадло вообще жить, когда ты нападаешь на Швейцарию. Ну, я думаю, вот с такой авиацией может станет получше. Ну, и плюс, давайте что-то там, не знаю, стратов каких-то закинем на фортификации. Все это чудо тоже закинем на фортификации. Хотя у них страт таки мало, но какая-то все-таки есть. И начнем войну клоническую. Кстати, они пытаются нас атаковать. Как будут без организации? О, какие. Ну, не, ребята. К сожалению, у вас не получится. Кстати, есть некоторый эффект. В целом, вроде как, достаточно успешно мы это делаем. А нам бы еще здесь инженера какого-то иметь. Но надо было с Сверя поставить парням, которого... Здесь никого нету перков, да, таких. Ладно, тогда здесь никого было поставить. Дальше. Что нам мешает напасть на Польшу? Перемирие. Ладно, справедливо. А вот на Данию правильно ничего. Надо примитивно их спасти. Ну и вот мы пробиваем все-таки эти ужасные укрепления. В основном, я думаю, благодаря как раз-таки нашей авиации. Шрицарий оказался для нас легким орешком. На Данию мы готовы нападать. Я думаю, сейчас заберемся в Данию. Спасем ее. И отправимся сразу же на Австрию. А вот и Хаиль был спасен. Остается здесь спасти Йемен. И арабский полуостров Аравийский будет... ... нами полностью спасен. Вот таким вот образом. С Тибетом, собственно, все дела пошли по-интересному, скажем так. Я не очень уверен, почему мои войска не очень наступают. Либо, возможно, они наступают, но перемещаются со скоростью 1 км в год. Но, в принципе, плевать нам вот на это, потому что... Ну вот на это. Потому что как только Тибет капнет, это все мне вернется, в принципе. Йемен. Спасается. И, как я и говорил, Тибет капнул. Поэтому, плевать, что они там нас захватывали. Так, недостаточный счет. Вау. Бывает в этом мире? Видимо, да. Я тоже что-то не заберу себе. Но в целом, плевать. Итак, Йемен наш. Теперь можем эту армию, наконец-таки, отправить вот сюда. Давайте только как-то так это более цивильненько, чтобы они не пытались занять лишние территории. Просто вот так вот, и потом будем целенаправленно просто пушить это все на запад. Ну что, Австрийская империя. Пора вас спасать. Как говорится, не сопротивляйтесь, вас спасают. И их маринетки мы тоже обязательно спасаем. И вот этих тоже спасем. И автосохранение тоже спасем. Вот этих тоже спасем. Этих. Всех, всех, ребята, спасем. Нету тех, кого бы мы не спасли. А, кстати говоря, Турция была в альянсе с Астрией. И поэтому Турция теперь тоже с нами воюет. Но ничего. Их тоже спасем. А вот и Аргентинский альянс был спасен нами. Урата. А, слава поведения, да. Тут уже падение Вены. И я, в принципе, не сильно волнуюсь за другие территории. Потому что если мы заберем Австрию, то капнет весь альянс. Если нет, слушайте, надо будет еще капнуть Турцию внезапно. Ну ладно. Но в целом, в целом нормально. Единственное, у меня тут оказалось микро-провинция свободная с Италией. Поэтому произошел прорыв. Но нормально. Давайте это ускорим желание капать. Парочкой таких вот напоминаний. О том, что ну как бы капать надо. Ну надо капать. Я думаю, они в скором времени капнут. Да, с резкой перекапнуло. Так, здесь немножко... Господи, как это отразительно выглядит. Еще и цвета почти что одинаковые. Из-за этого все выглядит еще хуже. О, нормально, нормально. Главное сейчас это с Турцией тут разобраться побыстрее. И все тогда капнет вместе с ней. Кстати, забавный фактус. Если видите прогресс капитуляции. Потому что у нас все национальное. Поэтому даже если мы что-то захватываем, мы потом теряем. То есть как бы типа тоже это... Это тоже мы проигрываем. И теряем какой-то прогресс потери. Прогресс капитуляции. Это забавно, конечно. А вот и вход в фронт Патагонии. Закончен. Патагонки больше не будет. Здесь мы сужаем вот этот фронт. Эта армия подстраивается на Юге. И сейчас в Бразилии будет столько тусовых маневров заходить. Ух. Вот и Италия капнула. Здесь почти не осталось войск. Поэтому это просто пустые оккупации теперь. Эта война, можно сказать, уже тоже закончилась. Объяснение, кстати говоря, выглядит очень жесткой. Но на самом деле это не так. А вот еще один подарок от Статинополя отправили мы. Пазовое значение 0. Теперь они капнут максимально быстро. И нападаем мы наконец-таки на Бразилию. Тут тоже, я думаю, все будет достаточно быстро. Особенно если в джунглях не будет приколов. Ух. У нашего Лавкрафта очень много работы. Но она уже потихоньку заканчивается. Азия, я думаю, останется, так сказать, напоследок. И вот оно. Падение Константинополя есть. И наконец-таки весь этот альянс проиграл. Нам осталось еще... На самом деле уже не так много. Хотя все еще немало. Скоро соединятся надписи. И господи, это будет красивая большая надпись. Кстати говоря, здесь ничего не происходит. В России реально. Вот, знаете, вот именно ничего не происходит. Но реально ничего не происходит. Даже не как в Китае. Тут просто ничего не происходит, потому что они очень медленно пушат. И ну, 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 хоть бы и происходило что-то, я не знаю. Было бы намного интереснее. А вот в Болгарии и какая-то такеланская клика. Где это, господи? В Африке. Они каким-то образом были в одном альянсе. Капитулировали. Падение от Плокио. Что? Русские силы. Россия. Россия высадилась в Японии. Что? Жесть. И успешно, и победила. А, вообще, кстати говоря, не бетли высадилась. А тут есть... Вот тут вот в Кайзершизе есть проход. Вот такой вот. Очень шизовый. Но вот так вот можно здесь, по-моему, пройти. О, Реш-Джанейра пала. Ура-Товар... Ура-Лавкрафтова, да. Хотя, в принципе, слушайте, ну, в теории, ура-Товарищи, не такое что и неподходящее слово для нас, верно? Мы же социалисты. Хоть и немножко необычные, скажем так. Бразилия, да, Бразилия путемка падает, но, конечно, господи, как же медленно, как же эти джунгли меня душат. Ну, душа еще взяли и душат, и душат. Но, я думаю, когда-нибудь мы справимся. И теперь освобождается Греция и Румыния. Поехали теперь сюда. Войска уже на границе, авиация там где-то подскочит, так сказать, кабанчиком, так же нормально. Мы также готовы убить войну Польши и Украине. Войска тоже здесь уже были, мы ждали перемирий. Начинаем здесь тоже операции. Швеция уже тоже воюет. Так, ну, в целом, в целом, вроде как, вроде как по графику нормально успеваем. И вот она, наша надпись, уже стало неплохо так и выглядеть. Вот сейчас переместилось, стало плохо выглядеть, но вот как бы так, даже неплохо. Когда будет на весь этот континент, будет прикольно. А вот и Швеция тоже была освобождена. Еще, с вами пропустили микространу. Нельзя ее пропускать, обязательно. Каждый должен быть спасен, мы не можем ставить никого на волю судьбы. Кстати, этот человек... Ладно, нет, мне показалось, что он мне кого-то напоминает, но вообще нет. Ну, может быть, это кто-то из Реала, кто так любит. А вот, вот он. Вот оно. Название становится все приятнее и приятнее. А мы тут заканчиваем Грецию потихоньку. И останется, да, буквально Азия и Россия, наверное. Как бы совсем чуть-чуть. В Бразилии все, конечно, не капитулирует, но тут надо просто как-то это порашить, думаю, победной точкой, и все станет попроще, получше. Ух, как же я не люблю воевать в Бразилии, но благо в этот раз мы хотя бы наступаем, вот, окружаем ее и давим. А не влево давим вот сюда, где там постоянно что-то, какие-то джунгли начинаются, и у тебя все ломается. Тут хотя бы в этом направлении наступать удобнее. Тут еще в Прибалтике непонятная война проходила, но мы просто делаем вот так, делаем вот. Объединись в фронт, пожалуйста. Не хочет. Ладно, тогда делаем вот так. Вручную вот так. Невероятное рядом. Каким-то образом три провинции вот здесь стали принадлежать государству Украине. Очевидно, в этом виноват приказ Израиля, который спрятался в этот раз и называется Сямадагаскаром. Но мы-то знаем. Ну и что ж, мы почти закончили. Я могу нас поздравить. Успех уже очень близок. Опять-таки, тут остаются очень мелкие вещи, но я уже там, видите, здесь сделал армию еще, задеплоил. Буду сейчас высаживаться здесь все добивать. И готовиться к войне с Японией, с Фонтянем, со всеми вот этими китайскими странами. Это нам тоже придется сделать. В целом, единственное, что мне очень не нравится, это вот эти страны, которые я не могу присоединить. Я попробовал типа вот так сделать, а в этой игре нет. Нельзя снизить уровень автономии. Это отвратительное, конечно же, для красивых границ. Их просто заанекшу. Так что, следующей серии, я думаю, мы уже закончим. Мы уже спасем этот мир. Спасем его. Космос нас не сможет победить. Но вы победите, пожалуйста, кнопку подписаться, если вы еще вдруг не подписаны. Оставьте лайк, комментарий. Тричь дискорд. Вступайте. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok